15 сотрудников саратовского предприятия не вышли на работу. На заводе автономных источников тока с апреля начались задержки по выплате заработной платы. Люди долго молчали, но их терпению пришел конец. 15 человек написали заявление в госинспекцию труда и не вышли на работу. Еще 30 готовы сделать то же самое, если заработную плату не выплатят до понедельника. В ситуации разбиралась Елена Петрова. На собрании сотрудников завода автономных источников тока тихо. Директор говорит о долгах, рабочие спрашивают, когда их погасят. Страсти здесь уже немного утихли, хотя еще несколько дней назад люди готовы были устроить забастовку. Марина, например, с апреля получила только несколько тысяч. Говорит, если бы муж не работал, давно бы начали голодать. Вот мы получили вчера по 2 тысячи, мы получили за май месяц аванс и 2 тысячи нам перевели от зарплаты. Короче, ну прям, все в долгах, наверное, здесь без этого никак. Несколько месяцев люди ждали, что все наладится, но терпение лопнуло. Зарплату они не видели с апреля. Сотрудники двух цехов предприятия решили обратиться в областную инспекцию труда. 15 человек, которые написали заявление, прекратили работу. На данный момент не работают 15 работников. Также нам известно, что 30 работников еще одного цеха написали заявление при остановке своей деятельности, но и с 10 августа. Соответственно, если за текущий период работодатель успеет выплатить им денежные средства, они свои заявления отзовут. В профильном министерстве о проблеме знают. Говорят, финансовые сложности возникли в начале года. Тогда основной клиент предприятия, РЖД, не продлил заказ. В итоге завод остался ни с чем. Не надо осуждать политику РЖД, но это очень серьезная проблема на начало года была, когда от наших поставщиков отказались и вышли полностью на иностранных поставщиков. А это очень большой куст, так скажем, очень большое направление как раз по аккумуляторам, обеспечению аккумуляторов. Сегодня проблему вроде бы решили. На РЖД повлияли и заказ продлили на год. Проблема в том, что когда срок истечет, никто не помешает клиентам выбрать других поставщиков. Тогда на предприятии вновь начнутся проблемы. Они на этом заводе стали уже закономерными. Прокуратура заводского района уже не раз проводила проверки. К нам неоднократно поступали жалобы о фактах задержки выплаты заработной платы. Особенно тем гражданам, которые были уволены, с ними расчет должен производиться незамедлительно. Прокуратура района меры предпринимала, как уже было озвучено на совещании, что были приняты меры к руководителю предприятия, он был привлечен к ответственности. Сегодня на заводе проверку проводит госинспекция труда совместно с прокуратурой. Не исключено, что руководителя вновь накажут. Правда, это будет уже повторное нарушение, за что положена дисквалификация на полгода, а, возможно, и уголовная ответственность. А долги по заработной плате только начали выплачивать. По словам чиновников, первый транш по погашению задолженности уже прошел. Предприятие перечислило сотрудникам 3 миллиона рублей. Еще 6 миллионов обещают зачислить в течение суток. Но полностью погасить долги по заработной плате смогут не раньше 1 октября. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.